Планета Меркурий, расположенная ближе всех к Солнцу. Как думаете, посмотрев на данное видео, какое расстояние от Меркурия к Солнцу? На первый взгляд, кажется, несколько километров, да? На самом же деле, 46 миллионов километров. Меркурий вращается так медленно, что его сутки длятся 176 земных дней. Солнце светит на 1 квадратный метр земной поверхности, как 10 лампочек. По 100 ватт, на расстоянии 1 сантиметра. А теперь представьте, сколько потребуется лампочек, чтобы осветить всё вокруг нас. И это при том, что от Солнца к нам расстояние в 150 миллионов километров. Причём Солнце светит на все стороны, одновременно. Нагревая планеты, которые находятся даже на расстоянии в 400 миллионов километров. И так оно светит уже много миллиардов лет. И будет светить ещё столько же. Какова же его суммарная энергия? Общий годовой расход электроэнергии России равен 1 секунде излучения Солнца. По подсчётам учёных, возраст нашей Вселенной 14 миллиардов лет. Из них наше Солнце существует уже 5 миллиардов лет. Что же заставляет Солнце излучать такие колоссальные объёмы тепла? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться в самое начало нашей Вселенной. А возникла наша Вселенная, можно сказать, из ничего. Когда-то на месте, где вы сейчас находитесь, лежите, стоите, сидите, была только пустая темнота. И ничего кроме темноты. Тишина. Вдали от вашего местоположения, далеко в космосе, задолго до появления Солнца и всего живого, в полной темноте сгущались такие же тёмные облака. Они содержали лишь два элемента – водород и пыль. Космическую пыль, которая возникла миллиарды лет назад от столкновения небесных тел и мегавзрывов. Чёрные облака парили в космосе миллиарды лет, без остановки. И, наконец, облака постепенно начали замедляться. Эти чёрные облака – самое холодное место Вселенной. Внутри их молекулы водорода и пыли движутся очень медленно. И только при такой низкой скорости на них начинают действовать силы притяжения друг друга. Крохотные молекулы водорода и космической пыли начинают соединяться друг с другом. Сначала 1 плюс 1, 2 плюс 2, 3 плюс 3 и так далее. Проходили миллионы лет до тех пор, пока бесчисленное количество молекул под силой гравитации притягивались друг к другу. С тем учётом, что эти молекулы – самое холодное вещество во Вселенной, при соединении в большие глыбы, такие комочки начали светиться. С течением времени, благодаря силе трения, уже большие сгустки начинают притягиваться один к одному. И благодаря силе трения начинают нагреваться. В какой-то момент облака становятся настолько горячими и большими, что начинают притягивать всё больше и больше молекул водорода и пыли, что неизбежно привело к реакции синтеза гелия из водорода. Эта история зарождения началась 5 миллиардов лет назад, когда родилась звезда по имени Солнце. С рождением нашей звезды возник и источник её энергии. Потому что на Солнце, как и на любой другой звезде, пылает самая мощная термоядерная реакция. На нашем Солнце водорода скопилось так много, что его превращение в гелий длится уже 14 миллиардов лет. А это превращение является источником солнечной энергии. Энергия от Солнца рвётся наружу, тем самым нагревая нашу планету. Без солнечного света жизни на Земле не будет, она невозможна. Солнечное излучение своего рода пуповина, длиной 150 миллионов километров. Но наше светило может представлять для нашей планеты смертельную угрозу. Лучи Солнца мчатся к нашей планете на скорости, достигающей миллионы километров в час. У Солнца есть своя атмосфера. Причём, как заметно на этом видео, температура излучаемого солнечного света в 200 раз горячее самой поверхности звезды. При больших вспышках заряженные частицы вырываются с поверхности и несутся намного быстрее прямых солнечных лучей. Эти несущиеся заряженные частицы называются солнечным ветром. Этот ветер достаёт до самых отдалённых уголков Солнечной системы, нагревая даже самые дальние известные нам планеты. Но если этот солнечный ветер настолько нагревает планеты, которые расположены за миллиарды километров от Солнца, то почему же наша планета до сих пор не раскалилась? Ведь Земля – третья планета от Солнца. На поверхности Земли мы защищены от солнечного ветра. Наша планета сама создала щит, который отражает смертельный солнечный ветер. Это как? Самый простой способ объяснить, как же наша Земля защищается, можно на примере обычного магнита и компаса. Если провести компасом вокруг магнита, стрелка постоянно будет вращаться вдоль, показывая магнитные линии магнита. Магнитное поле Земли ведёт себя примерно так же. Магнитное поле Земли рождается глубоко в недрах, где вращается богатое железом ядро планеты. Это мощное магнитное поле Земли словно кокон окутывает поверхность планеты, не давая проникнуть солнечному ветру внутрь атмосферы, чтобы не выжечь за считанные секунды всё живое на нашей планете, отражая большую часть смертоносного ветра обратно в космос. Однако этот ветер частично приближается к нашей планете с обратной стороны. С другой стороны, Земля притягивает небольшое количество солнечного ветра, создавая одно из самых красивейших явлений в природе – северное сияние. Остальная, большая часть солнечного ветра, не вернувшаяся с обратной стороны Земли, продолжает свой полёт через глубины космоса, вызывая точно такое же северное сияние и на других планетах, которые имеют своё магнитное поле. Телескоп Хаббл показал, что северное сияние – это регулярное явление на полюсах Юпитера и Сатурна. Обогнув ещё несколько планет, солнечный ветер мчится дальше в космос. Он преодолел без остановки 16 миллиардов километров, что в сотни раз превышает расстояние от Солнца до Земли. Поразительно! Сила притяжения Солнца является самой большой в Солнечной системе. Солнце удерживает и не даёт уплыть в глубины космоса всем известным нам планетам. Расстояние от Солнца к Земле – 150 миллионов километров, что составляет одну астрономическую единицу. Скажем, что это соответствует одному сантиметру на нашей модели. Нептун – самая дальняя планета, находится на расстоянии 30 астрономических единиц от Солнца. Плутон находится в 50 сантиметрах. Это размеры Солнечной системы. Все эти планеты удерживают на своих орбитах только лишь сила тяготения Солнца. Но и они не предел. За Плутоном находится только космическая пыль и очень разряжённый газ. В основном водород и гелий, оставшиеся с самого начала времён. Но иногда можно встретить огромные глыбы льда. Они по своей орбите вращаются вокруг Солнца. И полный один круг такой кусок льда сделает аж через несколько тысяч лет. У Земли на это уходит 365 дней. Так вот, эти глыбы льда, находящиеся на расстоянии 50 тысяч астрономических единиц от Солнца, по нашей шкале это 500 метров. Помните, Земля находится всего лишь в одном сантиметре. И их тоже удерживает сила притяжения Солнца, что просто удивительно. Все эти объекты, удерживающие Солнцем, и образуют чудесный кокон круговорота жизни. За этим куполом нет ничего. Только солнечный свет. Но и ему понадобится 4 земных года, чтобы добраться до ближайшей звезды карлика Проксима Центавра. Одной из 200 миллиардов звёзд галактики Млечный Путь. Глядя на него, понимаешь, что в нашей галактике были миллиарды звёзд, и на данный момент их ещё больше. Вполне логично предположить, что где-то там зародилась точно такая же звезда, точно такая же, как и наше Солнце, Возле которой образовались планеты, появилась жизнь, и те живые существа, точно так же, как и вы, смотрят в небо, Где еле-еле виднеется точечка света, думая про себя, что там же кто-то может жить. Но жить нам осталось недолго. По меркам галактики, конечно. Жизненный цикл Солнца не бесконечен. Оно постепенно и стабильно сжигает своё водородное топливо, запасов которого хватит ещё на 5 миллиардов лет. После чего ядро Солнца сожмётся, а сама звезда расширится в диаметре в несколько раз. Меркурий будет первым поглощён. И вот Солнце уже выросло в 200 раз по сравнению со своим нынешним размером. Так что будущее нашей планеты уже предупределено. От Земли не останется ни следа. Даже после вашей смерти, ваши кости, ваш прах исчезнет. Страшно? Не бойтесь. Исчезнет не навсегда. Ваш прах, так же как и все молекулы на нашей планете, превратятся в такую же космическую пыль, с которой, возможно, образуется новое Солнце, новые планеты и новый вы.